всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл это night bad z10 почти 1000 ватт ампер аккумулятор скорость до 45 километров в час отличительная особенность даже те кто не катался никогда на моноколесах но знает что это такое очень сильно удивляются покрышки реально покрышка здесь очень широкая 4 дюймовая чуть больше 10 сантиметров свои особенности конечно здесь есть я рассказываю об этом колесе она у меня четвертый день не буду вас обманывать потому что на моноколесе едет не велосипедист проехал не буду вам привирать что катался долго с удовольствием бы покатался дольше но просто нет времени но четыре дня все-таки это не 4 часа накатался первое впечатление ну ребята я катаюсь три года уже на моноколесах на разных и падал только когда учился как говорится тьфу тьфу езжу стараюсь там чуть больше 30 до 40 не выжимаю даже на мощных колесах я тяжелый я высокий поэтому ну просто и без защиты я там под 40 и даже выше разгоняться не хочу это колесо я разогнал до 32 33 километров в час мне хватило особенности езды тем моноколесники которые катались как я на разных колесах а я катался in motion в 10 я катался на двух слонах это king song я катался у меня к с 16 с было было очень популярное колесо у меня был год в м супер в 3 но не буду все это перечислять то есть я кататься умею и когда я а я еще обращу ваше внимание я всегда перед обзорами никогда не читаю никакие отзывы я только смотрю информацию данном случае кстати ребята музыка drift огромное человеческое спасибо за то что предоставили для теста это колесо иначе то обзора просто бы не было я же не буду для обзора его покупать так вот что касается разных отзывов я не читал но после одного после там не соврать где-то наверное мне хватило минут 40 максимум покататься и я после этого пришел домой я думаю либо со мной что-то не так колесо вроде нормальная проверенная вообще все хорошо но стиль езды как будто ну не то что заново учиться я бы сказал заново учиться поворачивать нужно именно очень сложно описать алгоритм на любое моноколесо ну 16 или 18 дюймов любой фирмы со стандартной покрышкой но до 3 дюймов нормально не было никаких вопросов я ускорялся тормозил поворачивал здесь же мне пришлось заново учиться поворачивать потому что она не поворачивает мне вначале было реально стрёмно я просто очень сильно тормозил но корпусом назад и только тогда поворачивал сейчас немножко привык особенность езды очень сильно отличается от других моноколес которым вы уважаемые зрители подписчики канала возможно привыкли если вы катаетесь поэтому знаете об этом самое главное что нужно понимать конечно если вы живете в сельской местности у вас обращу внимание утоптанные хорошие лесные тропинки какие-то дорожки вот по ним она идет это это царское колесо для этой цели то есть кататься по утоптанным дорожкам она ведет себя намного лучше чем обычное не такое широкое колесо не такая широкая покрышка ну в принципе на этом и не считая того что здесь реально 1800 ватт мощности она тяжелая 26 почти килограмм есть правда ручка и ручка реально но все равно заслуживает уважение ручка хорошая кроме того и спину вам не брызгает она роль еще и брызговика выполняет хотя само колесо ну то есть это реально удобно и ручка она легко складывается раскладывается это хорошо что она здесь есть и так вот достоинство колеса конечно это высокая скорость для тех кто любит погонять до 45 километров в час она выживала выжимает 1800 ватт мощности батарейка без 1000 ватт часов это до 90 километров хода что реально очень много это то что от колесо у меня она уже в тестах как я понимаю многих было пробег здесь не маленький такой и она себя очень хорошо показала и не из-за того что на нем катались возможно только прям такие вот спицы а то что корпус он похоже на поликарбонат но я чувствую это пластик как будто ну пластик хороший здесь нет никаких подушек по крайней мере может комплект есть комплекта просто у меня нет специальных но я от этого не страдаю я ездил на колесах которых вообще были пластиковые бока и как-то не было проблем единственно когда сильно разгонишься то ты когда тормозишь его как лошадь нужно было ногами сильно сжимать чтобы трение уменьшить а пластик но здесь проблем таких нет ну и торможение здесь своеобразное так вот это плюсы минусы ребята это вот наша московская знаменитая плитка собянинская так называется на маленькой скорости еще ничего но на высокий тебе реально стрёмно может быть я тяжеловес я вешу чуть больше ста кило но как ни странно хуже чем на менее широких колесах по плиточке при том аккуратной плитки я не говорю каких какой-то особенной плитки обычная плитка московская очень некомфортно очень неудобно чувство что сейчас что-то случится и ты плашмя полетишь не дай бог второе она ожидал какой-то другой совершенно другой на маневренности и я ее получил но только не там где она нужна ребята это колесо в отличие от других колес не таких что и не с такой широкой покрышкой она очень хорошо на маленьком пятачке можно развернуться чуть ли не метр это реально очень круто и не нужно педалями земли цеплять идеально идеально заехал куда-нибудь улице тупик развернулся на шучу конечно пандусы какие-нибудь это нужно но блин алгоритм очень сложно описать поворотов я как-то на одной ноге пристаю что ли чтобы повернуть не то что на высокой скорости я же не безумец поворачивать там на 25-30 бед нет ну скорость приходится очень сильно первые два дня я почти останавливался чтобы повернуть и чувствовал себя неустойчиво как будто я еще с него упаду и само торможение мне приходится очень сильно сдавать назад очень сильно на других колесах я так делал когда только разогнался там 30 и выше километров и резко начинает тормозить и здесь когда-то разгонялся не до 30 а просто ну чуть выше среднего и уже приходится очень сильно корпус назад я пока не разобрался возможно стоит покататься две недели может быть больше но привыкать к нему определенно нужно это очень особенное колесо и ничего подобного я не тестировал в принципе вам все рассказал отмечу еще есть подсветка она приятная она подсветка с передней стороны диоды стоят можно настроить через приложение приложение найтбэк легко скачать в маркете фара очень хорошая передняя фара она дает реально хороший пучок света с ней можно и нужно ездить это действительно хорошая фара для моноколеса она не слепит прохожих и хорошо освещает пространство вокруг себя задний габаритный огонь также достаточно яркий еще одно отличие когда колесо включено то в темноте слабо подсвечивается передняя фара я такого нигде не видел но не припомню сколько колес было у меня это уже было восемь штук по моему сколько тестировал здесь именно габаритные огни просто как габариты на автомобиле включаешь у тебя и задний габарит и передний горит при том отмечен на невысокой яркость он просто подсветили чтобы вас было видно а фара включается длительным не не выключайся от длительного от того что долго стояла запищала так вот фара включается длительным нажатием кнопки питания кнопка питания маленькая ничего про нее не скажу обычная нормальная кнопка больше ничего на колесе я такого особенного не нашел ручка удобная на 26 кило ребят конечно я то еще поднимаю нормально ну мне не сильно тяжело даже мне тяжело вопросы периодически возникает кто живет в пятиэтажках либо других домах где нет лифтов ребят я специально попробовал можно прилагать усилия можно ее поднимать вверх на тот же king song 18a который у меня был это было делать легче как тот по колесам по лестничной клетке по лестнице поднимать это тоже можно но все равно усилия прилагаешь реально прилагаешь когда поднимаешь колесо срабатывает датчик колесо перестали колесо не крутится потом здесь нет кнопках как на иношен например совершенно без проблем включается выключается датчик за ручку когда поднимаю вот эту верхнюю тот датчик не срабатывает поднимаю с этой ручки срабатывает у меня срабатывал всегда музыка музыка странная потому что она как я понимаю бьет в пол на улице слышно конечно но хотелось бы громче но когда заходишь в бетонный подъезд как будто вообще безумно как будто кто-то включил огромный бумбокс то есть очень громко в подъезд когда заносишь колесо включено оглушает отражается от стен звук то есть он как-то сделан странно хотя ну почему странно звук есть но я слышал колеса которые играли несколько больше чем здесь но есть и на том спасибо колесо я специально даже поднимал раскручивал его посмотреть какие звуки она издает когда она выключается она раздает достаточно громкий сирену и мигает красной подсветкой но если там колесо упала например что-то случилось ощущение от колеса так много рассказал надеюсь вам мой опыт полезен и наверняка моноколесники бывалые кто на нем кататься скажет давид и они наверное будут правы я к чему свою мысль заканчивал что я не действительно не читаю отзывы форумы на электротранспорт я зашел почитал и люди там так и пишут сродни моим ощущениям что нужно заново переучиваться но не надо на мой взгляд переучиваться заново не нужно нужно переучиваться заново на нем не ездить с управлением вперед проблем не было как трамвай колея а вот поворотом нужно учиться заново и конечно она очень своеобразно и то есть вы будете правы если скажете что покататься на нем нужно месяц и потом может кто-то напишет и другое колесо уже не хочу но мне почему-то кажется что широкая покрышка она дала очень мало преимуществ она не дала какой-то мягкости. Притом она у меня не перекачанная, как я вначале подумал. Она нормальная. Она... Ощущение мне, как ни странно, на обычном, менее широком колесе ездить удобно. Те же King Song'и, тот же Godway, тот же Inmotion, V10F замечательный, который я тестировал недавно. Те же King Song'и L, который я прошлым летом тестировал. Ссылки на плейлист я оставлю. И еще. Я хорошо здесь знаю дорогу, и я по ней ездил на другом моноколесе. Совершенно никаких препятствий там нет. Небольшие выемки, где-то асфальт неровный. Я вчера чуть не упал. На вид скорость была, конечно, далеко не под 40, явно. Я с приложением просто один раз, пару раз измерил. Вот 32 я видел, на приложении сохранилась запись экрана. Ну, может, была 30, может, была 27. Я реально чуть не упал на тех же самых, на той же самой дороге. Оно у меня очень сложно алгоритм описать, но меня потрясло, и я реально чуть не вылетел. У меня такого не было. Вот как я закончил учиться на колесах, попадал, с ремешком ездил специальным. Это было реально 3 года назад. Больше тьфу-тьфу-тьфу не было. И дай бог, чтобы не будет. Вот. Но здесь я чуть не свалился. Это мой опыт. Поэтому, кто владеет таким замечательным колесиком? Это дорогое, премиальное, крутое колесо. Реально крутое. Пишите свой отзыв, дополните мой. Напишите, может быть, о чем-то я рассказал. Резюмирую же итог. Если вы катаетесь по траве, оно не так хорошо идет. Точно так же, как и колесо с менее широкой покрышкой. А просто по утопным тропинкам каким-то, лесные дорожки, корни, кстати, тоже на них сильно скачешь, как и на обычном колесе какие-то. То это колесо для сельской местности, для пригорода. А для Москвы, если берете, то готовьтесь привыкать, привыкать, привыкать. Это не то колесо, которое ты купил, пересел с какого-нибудь Кингсонга или чего там, неважно, какого-нибудь распространенного бренда, взял, пошел с друзьями на покатушке. Нет, здесь недельку, а то и две нужно поездить. Ощущения вот эти, потому что передать я их не могу. Как я на нем поворачиваю, я совершенно другое. Это как-то все, совершенно другое. Кто-то писал, что на нем на полусогнутых ногах. Опять же, я после того, как покатался, стал читать. Не знаю, я на полусогнутых тоже некомфортно. Поэтому привыкать, привыкать и привыкать, и колесо очень своеобразное. Ребятам из Экадрифта реально большое спасибо. Будет еще обзор на два очень крутых самоката, которые развивают скорость 40 километров или даже 45, там, тысячеваттный движок. Я на них уже покатался, он с места рвет. Ребят, просто рвет вообще дико. По-моему, там секунд за пять набирает 30-ку, и уже страшно на нем ехать. Он там амортизатор и все. Но скоро это обзоры будут. Поэтому, как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. Надеюсь, этот обзор вам оказался полезным. С уважением ко всем, Давид. Счастливо. Еще, ребята, такой постскриптум. На самом деле, колесо может стоять, но лучше таким не оставлять, шансы попасть есть. И забыл вам рассказать о том, что на маленькой скорости, на маленькой, со скоростью пешехода, оно ведет себя замечательно. Вот еще такие вот у него нюансы, плюсы. Заряжается с помощью зарядки удобной. Реально удобно ее ставить, как такой типа USB. И еще, все-таки, я был не прав. У меня было пару случаев, когда я поднимал колесо, и оно продолжало крутиться еще несколько секунд. Вот сейчас, вот после съемок уже, как ни странно, я специально проверил, порядка 10 раз поднял, и у меня еще один раз не сработал этот датчик. Так что не все тоже так гладко. На этом точно все. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова